Да что, я то одел, ничего, не жаловался, а он, какие перчатки шлёте! Даже очень неплохо сел, и вверх, и бока. В уголках зазора фигня, он даже тут сел. Ребята, вы думали, видите, роботворческая, механизатор. Поиграться даже можно. Страшно по плечу, Барьки. Да охуев! Вот это всё, в этом окошечко заделываем. Зашлифуем. И это окошечко заделываем. Давай пильнём. Блядь, ну, для мишки хоть чё? Так только не промах, блядь. Вот это всё изнутря выскочило. Вот от соли. Грязь, мусор. Конечно, да, кузовок тоже подгнил. Если так можно сказать, это мягко сказать, подгнил. Вот мишки работают, нашли. Сейчас проваривать всё это надо будет. Снизу шов вложить. Боковые швы. Нормально, блядь. Вот, видишь? Труха. Вот так, блядь, ну, блядь. Вот так, блядь, ну, блядь. Вот так, блядь, ну, блядь. Как с тобой жена живёт? Да она не живёт сомнута за еду. Она выживает. Она выживает с ним. Она нас выживает. Она меня любит, блядь. Дурак. Дурак. Саньки тугие, мишки. Это не то, что, блядь, тугие. Кто такого хуйню прислал, блядь? Я тебе на камеру говорю. Не коф. Ничего себе наглая морда. Наглые. Мало то, что она у тебя... Мало то, что у тебя у меня широкая морда, когда у тебя ещё и наглые. И руки у тебя пухлые. Хуюхлые. В перчатки. Ты вчера кувалды по ним попал. Случайно, блядь, не на девочках шлют, блядь. Ёбаные в рот, блядь. Такие, как ты, Исток. Ага, блядь. С какой страны прислали? Блядь, можешь не подходить за ними, понял? Собак бешеные. Пошёл я. Блядь, нормальные с вами. Ага, нормальные тебе. Тоже, блядь, заказочек. Ты что-то есть, он все фары у них разбивал. Ха-ха-ха. Ты что, разбил, ладно? Схуярит. А это, говорит, только аккуратно в уголок. Прямо, говорит. Ага, фарш. Хуярит, блядь. Блядь, ты же не видел. Блядь, ты же помощный круг, блядь, куда делся, блядь. А он был? А как же, блядь? Тебе этот хуй, блядь, может куда положить, блядь. Какой? Женёк. Ааа. Вот все, блядь, прячь. Я это. Новьё. На задние колеса 19, наверное, ставил в дворус. Она дома не служит. Угу. А их как продают, Олег? По метражу? Да они есть, блядь, полтора метра, блядь. Я ему что, блядь, купил, блядь, блядь, жамки, блядь, наклеивать на них. Ну, они, видать, продаются не так, что, допустим, там, привод, жаткий, да, наверное, просто цепь купил, размер 25 и все, 5 метров. Чем не надо, останется? Да нет, нормально, там даже запас есть ляпкий. Шах и совпадает. Олег, тут, наверное, на 2 хватит, слышишь, Олег? Нет, на 2 не хватит. На 2 не хватит? Нет, нет, может, вот эту куску, 3 метра хватит. Или привод, привод шнек, наверное, там цепь, да? Короткий. Короткий, да. Даже жрал. заправить на печь выкинуть возьми есть уважил тебя ли под климашки мочу сделаешь начальству новый ваша в свой был в эти таки будут разделить а числом оси у меня новый он неправильно сделал а у них совмещение они дают рубля вот так вот ставишь его на ход сюда прям в краю с этим барабаном ты решили олег заказал другие баллы балковинки от воротов барабан тоже он болтается этого отдельно уже нету все мне кажется все есть там просто есть более чем можно мне кажется половин комбайн купить для всего я осмотрел там докажу болтика хочу заказывать насколько колхоз уже обеднил придут 8 редутер 180 44 ли что ножи 23 еще точно 10 мы убытки подсчитываю принесенные олегу хозяйстве запчасти не будки ну вот барабана легна откупить как он без барабан будет транспортер будешь тоже делать ты спадер буш новый или и переверок какого перебрать как крепежных клонов нет конечно хотя переклёп это уже пиздец урвать у меня все тоже последний забрали в три пары три пары вот лег забрал и книжки я вот последний не кримор то что заходит просто не знаю что у серёг тоже есть сумки ладно да я принесу с обеда перчатки еще есть еще не все кончилось ну давай приветствую вас всех 11 июля здравствуйте походил уже кое-что заснял чем люди занимаются интересно заниматься будем тем что сейчас надо отмыть демонтированный стартер подпишем его положим вагончик до лучших времен ну мне кажется еще ремонт приводит подушку скрутить отрегулировать чтобы кузов плотнее садился тоже задачи нужны и важны и потом надо фильтр снять продать воздушный краску взять покрасить опору покрасить вареную горловину двигателя на клапанной крышке а то ржавчина пошла также вчера с мишкой смотрели думали как нам исправить тут вот я как-то один год пробовал очень откручивается есть круче тут капитан греть все это газорезкой автогена видите болтается рамка как вот эти два болта не прослабшие там где-то миллиметра два три зазор туда надо чуть попробовать подмотать махнутров по может быть подложить шайбу распилить шайбу чуть меньше половина подложить и подварить хотя бы уменьшить люфт она вот сверху тоже лопнула вот из-за этого и может быть сверху какую накладочку подварить и походит в принципе уж я так работаю честно говоря хрена и сколько это еще болталась при предыдущем хозяеве а николай лучше к ответственной но ведь рассказывал как мы пробовали открутить вон там вот будут обломаны то есть там так прикипает что только какие такие большие температуры наверно позволят трещотки нет на дачу механизм от регулировочные спросить вообще как вы сказали он как и в пути или нет нет его взрывы страны да он другой стороны набор лёг он на баке наверно лежит возьми увесьчу думил не уме не нужно есть был есть был нужно я тебе бы не дал наборов не хватает сейчас ремонт жесткий идет все наборы где-то в использовании порой один набор там у двух человек сразу вот ребята хоть пользуются дел техники выручают в плане конечно растянулись растянулись зря только говнился зря говнил стук да чё я я то делал ничего не жаловался в такие перчатки шляпки хочу придет сейчас вообще правда нахуе все правда снимаю а теперь мы а теперь ему стыдно мне нихуя не стыдно тебе нахлеться петро и теперь это польцово не залазь туда и беру камеру че держать так вот трубу отсюда оставлять вот такую трубу вот эту давай 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 вот так вот так вот так уравните что-то соусы сложишь да губани с оттяжкой такой хорошей все, Серега, все, думаешь, что не будет? хватит? хватит ага, какое день рождения тебе? пойдем, какое у тебя? нету недорожения малыш, я не знаю, как в это время? нету, да ошибся вино пили он, это было давно и не правда камеру берете? не уберу, ты фото гигиеничный человек я забыл, что же путика не помню я помню где ты ты много вина выпил тогда просто нет, просто после сразу жмот зашло да вчера у меня был для рождения 10? да обойдешься тебе так морд широк хоть тортик купил тортик ты вообще я не ожидал я не ожидал кто хочет узнать? друзья серег, ну спрощайся куда? да, сюда ага на хранение пляха муха Страшно? А у тебя как-то налоги, мне кажется, делать, да? Еще чуть-чуть, да? Да чтуны не держатся там ничего. А на чем она у тебя как она фиксируется здесь, чтобы не выскакивать? Кто? Болтом. Вот ты забил, шаг и болт. Ну, забил и болт вот с шагой. Вот, да. Ну, втулку не придумаешь, что-то слышишь, и все. Шаг большая. Она не дойдет между сторон. Шаг где она? Ну, еще. А здесь, да, я вот так вообще была, дашь, вот такая вот шаг. Здесь стоит, здесь стоит у меня ролик, ты понимаешь? У тебя должен здесь вот ролик еще один стоять. А у меня на вот этой шаге, короче. А почему тут еще один ролик? Ну, ремень натяжной, еще один ролик. У него вот, видишь, у меня вот так, у меня вот так он идет. А-а-а. О, пошел опять. Фар. Кто ты снимаешь? Пахарь. Фар, фар, долбит. У тебя твердочки нет, а то я их фар там разберу. Тихо, подожди. Я никому не скажу, что Пашка покушается на мою жизнь. Давай, блин. Страшно по плечу, Брекей. Да хуев. Смотри. Смотри, Пашка. Практически. Практически просто на цепь одеваетесь. Мне кажется, ваш шнык с другой стороны уже вылез. Не, Мишка, по звездочкам вообще ни хуя. По этой что? Да это хуя ты смотришь. Да ни хуя, если она прям. Ого, ничего себе, два сантиметра в сторону, ты охренел. Ага. Ага. Глянь, она даже не сходится. Ну, куда она? Не, 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 криво, криво. Не пойдет, ребята. Где палка? Снимайте, снимайте, наждачки потачивайте. Я все еще никак не гуманюсь. Уже по пять раз затягивал, расслаблял, примерял, заводил, опускал. В общем, вот с этой все хренью, никак она не хочет по-нормально садиться. Либо она садится на одну сторону, затягиваешь. Вообще щель сидит на боковых подушках, а здесь зазор получается. Сейчас вот хочу, вот вырезал так вот резинку. Типа то экспортерной лентой. В червец ходил. Приночу ее она узковат, конечно. Пошаребная типа. Хочу немножко ее подложить, компенсировать. Груженый, да. Груженый, он сядет, он уместно идет. А вот пустой, блин. Пустой болтает, не очень хорошо, комфортно ездить, когда шатает кузов. Еще вот я вспомнил и обнаружил, точнее вспомнил, а потом уже обнаружил, то, что у меня наторванная подушка, заднее крепление двигателя. Вот такая вот, такая вот подушка. Я так поглядел, в принципе ее можно поменять, особо не разбирая ничего. Возможно поддонкрать слегка и вывесить двигатель в задней части и открутить подлезть. Этим она тоже будет заняться, наверное, спросить подушку. Так, вот я не знаю, может ленту сюда вот подсунуть, под резинку попробовать. О, вот так вот, бахте. Слушайте, вот с этой резиночкой подложенный он сел. Даже очень неплохо сел. И вверх, и бока. В уголках задворот фигня. Он даже тут сел. Вот сейчас в этом положении его притянем. В целом, я думаю, он вот так вот походит. Надо пробовать, надо пробовать вообще подушку. Подушку надо заказать пойти. Так, Роман плохо отрегулировал, видать, отремонтировал. Или к сварке едет опять. Возможно к сварке, а возможно нет. Муфт работает. Если не работала бы, наверное, что-нибудь свернула бы. А эти как же бочонки-то тут, тут, тут. Да? Стоят вот так вот. Вот. Таких подшипников не бывает. Не солидовало пока сажать. Ну, тут ты не потеряешь, я надеюсь. Тебе доньки не подает, не пнет, блин. Да вот так вот, смотри, берешь так вот, пробуй. И вот так вот туда. Ролик заказывать, один тебе Олег поедет. Слышишь? Роликов нету таких. Похож, хорош. Да. Здесь просто ловенький, да? Это не рабочая поверхность. Рабочая. На ролике они что, получается, функцию подшипников выполняли, да? Он на них? Да, когда наверно. Про буксовку идет, он на них наверно, да? Да, да. Надо Олег со смазкой не переборчить, а то буксовать начнет диск. Олег со смазкой не переборщать, а то буксовать будет. Да, и говорит, да. Да. Олег Толто принес, как будто, правда, завершился замазать. Ребята, а вы думали, видите, роботворческий механизатор. Поиграться даже можно. Смотреть какой. По кусочкам, по кусочкам, по моим. Пазл, пазл собирает Олег. Не получилось, выкинул. Сейчас психолет забросится, как за кусок. Осталось еще два ролика. Три. А места нет уже, Олег. Бляхом. Ну, Литол ты не жалел. Все. Подшипник собран. Еще место? Два, наверное, войдет. Еще два? Что, двух не хватает? Во, блин. Ну, просрали, сидит ролик один ищите. Нет, одень. Ну, Серега, надо заправлять. Что заправлять-то? Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. А вот. Выскочил. Вот. Выскочил. Вот. Выскочил. Сейчас вытерется. Сейчас вытерется. Что? Зазор какой-то. Тула встанет, бля. Тула встанет, да. Может, блядь, ролик. Перекоситься? Да. Ну, вроде, сколько работаю, ни хуя. А вот, второй год. Ну, тогда не заморачивайся. А мы точно не могли потерять? Да нет. Я в траве растерял, дурак разобрал, блядь. Блядь. Блядь, 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 блядь. А ты не на быке, как раз ремонтировал? Там, да. Привезли меня. Сначала, конечно, с утра пускай про подушку. Потому что он как раз был в магазине. В нужном. Купил мне рычаги регулировочные тормоза. Никаких образовательных знаков. Ничего. Ни производства, где блядь. Просто желтая, с буковками коробка. Ну, это что? Трещотка. Подвод. Подвод. Тормоза, да. Серег. Да? Толк на 27. Вот. Есть. Есть. Он за 32. Трещотка. Вот. Я не буду рвать трещотку. Я вот этот возьму, да? Возьми вороток. Товарищи. Мы тут съездили на обед. Покушали. Обдумали, обмозговали. Дело это. С обеда вот приехали. Поставили механизм. Необходимый. Вот он стоит. Тут очки. В общем, шайбочку сделали новую. Новый пальчик нашли. Потому что родной я протерял все. Пришлось сделать заново. Болтик найти. Вот пальчик. А пальчик надо ЗООШ принтовать. А, да. Еще я тут занимаюсь прочисткой сапуна. А то у дяди Федь в этом году прокладку выдавила. Сапун забитый. Очень полуховенько. Это сказывается он может. Может что-то выдавить. Вот такого типа шайбы сделал с пропилом. Вверх потоньше идет. Вот именно она потоньше. По то, что уже сидит под низом. Вот это сейчас пойдет сюда. Вот так вот. И попробуем сейчас сидеть вонюшкой забить. Я понимаю, конечно, ребята, это колхоз. Но больше особо не остается у меня выбора. По технологии крутить все это в наших условиях проблематично. За мишкой дело, чтобы он мне так капнул. Чтобы эта шайба не выскочила. Что не эта, что другая. Здесь каплю сделал. Все где что со стороны сделают каплю. И попробовать проварить вот эту трещину. Может быть даже с какой-нибудь накладкой. Все, ребята. Кстати, смазку внес в механизм. Немножко она даже по краям вылезла. Поехали. Да-да. Серег, есть холодная сварка? Нет. Не кусочка? Нет. Такой вещь не присылали. Ха-ха-ха. Ну что, там с двориком? Да. Может вдруг сейчас артипед или что-то напорчет. А кто у вас, вак, нет у тебя? Что у вас там так народу много? За колесо кодки пошло. Да я только смотрю, не видишь. А зайди его. Я где-то там все в чермете ходил, дядь Федь. Видел колесо, то ли отсек, то еще. Там прям нитками вот такая лавка пришита была. Вот это то же самое надо сделать. Я думаю, что Виктор Николаевич сшил колесо. Нет. Заметил? Нет. Маленькое. Вон, видишь. Не, небольшая такая серый диск. Маленькое. Узкая. Мне кажется отселки она. Я шью. Ты шил? Ну вот. О, ты нам нашлёшь тут, да хуяка. Прям лак такая вот. Да, да, да. Уж не знаю, из чего там. Болтами шел? Нет, нитками. Сапожник. А то я видел болтами шел. Ну болтами шел. Я видел у Мельхового кербского колесо. У них на болтах было. Насерк несвекольный вот это вот. Она походила? Уходила. Немножко. Немножко. Сутки. Больше? А, Мишка. Мишка. Мишка, двумя точками. С одной и с другой стороны. Мишка, ты так не дотянешься наверно. Дотянешься, сяду и посмотреть. А ну вот она, блестит. Ты уже её вот прихватил. Ты её забил. Да. А вниз забил? И вниз забил. Она снизу. К чему их прихуячишься? Вот здесь где-нибудь сбоку, и может снизу, и здесь. Вот здесь где-нибудь капни, и вот с этой стороны дотянешься капни. В корпус всё равно их прихватывай. Корпус сюда прихватывает, как хрен бы с ними. А там проварить целиком. А там приварить, может чуть наложить сюда даже, не знаю. Не надо. Как проварить? Ну вот так попробуй, короче. Да, Львовка я наделу с воздухом везде. Мучается. Сниди, Львовка. Вот здесь снятый. Да, да. Это не лишнее запчастное. А что это за приблуд, Володь? Ну я хуя. Клупа на ручнику. Да, Клупа на ручнику. Клупа на ручнику. Ммм. Так, ты можешь и без ручника ездить. Ха-ха. А в загон зерно посадишь бабу, покатаешь по этим. Я ее один раз на твоем зилу чуть не прокатнул. Приехал в загон зерно. И Русик поставил скорость. А он стоит, дергается все равно на скорости. Раз. Раз. Она говорит, держи своего коня. Он на меня шумит. Нафиг он едет. А я следом подъехал. Она говорит, ты-то мне катать не будешь? А, ну да. А я на твоем зилу был. Да нет. Сиди спокойно. Уже. О, как хорошо. Все намертво. Матерация к мотору Олегу Леонидовичу затраты ремонтирует. Все хаки приварили коленвал. Короче, коленвал одноразовый получился. Если что, ничего не демонтировать, не снять. Нет, это шайба. Ну, это нормально. Болтай свободно. Ну и все. Это главное, Михаил. Михаил, а провода не дотянутся? Ступеньку сделать в кузов? Надо бы тебя их так посмотреть. Если он лежит. Я тебе в кузов закину. Ну да, смотри, а то вылазь. Хреново. Кстати, подушку сегодня нашел. Представляйте, пошел вагончик. Он нашел подушку. Она вроде где-то стояла, но она целая. И дядя Федь сказал, говорит, возможно это моя подушка. Когда-то я ее поставил. Потом одна сломалась. И привезли мне комплект. И я, возможно, снял ее. И поставил пару прям. А и тут осталось. Он сказал, говорит, мазовский. И меня прям гулянул. Да, она прям похожа. Маркировка про 6422 какая-то. Да и хрен бы с ним. Завтра по данкрате. Попробуем заменить ее. Блин, Михаил, ты вообще меня выручил. Я уже четыре года пытаюсь ее приделать сюда. И все никак. Опять рок-шук сварки. Это уже другой полух. Это Серегин старый полух. Пятикорпусный. Полевых досок уже нет. Он без полевых досок. Все сняты. Все под замену идут. Молодец, Роман. Всю технику подремонтировал. Надо еще и тяжелый культиватор старый заставить. Как это тут сделано-то, а? Вот так она стоит, да? А где штырек здесь? На краю как-то стоит, не пойму ее. Вон отверстие, понятно. Где штифт есть специальный. Вот он. Короче, на данкрате все равно, чтобы вот этот штифт вылез. Понял. Ну ладно, кабин поднимем. По-другому у нас данкратить кабин. Тогда все увидим. Открутил я все. Верхний и нижний болты я открутил. Остался данкрат. Хотя работа уже заканчивается. Я не знаю, что я там успею. Но данкрат пойду экспроприирую. А ты бруски тащить. Только тащил, так что. И данкратим. Ага. Ну, и дальше что? Ты что ты не вылазишь? Зараза. Там уж зажата она, зараза. Что ж тебе еще выше? Болтается, конечно, все. Но упирается выше. А выше уже опора задней коробки не дает. Придется 8 болтов откручить. Вот это крепление. Откручить. И он выше пойдет. Тогда я смогу. Наверное, хорош на сегодня. Надо переодеваться. Завтра всегда делаю. Половину четвертого, в принципе. Да. Начать раскручить, пока болты. Наверное, хорошнее. Будет завтра день. Успеемся. Олег. Транспортер наклона меняет. О, ключик нашел. Гаражил. Зашел ворот справа. За ним культиваться. Тут не один ты ходишь, все находит. Да? Извините. Извините. По тиху не пошел. Я бы что-то после ремонта полсумки чтоб набрал. Ну бывает, Олег, что сделаешь. Контроль нет. Ну что, я упертый. Четыре болта я на одной стороне. Ослабил. И даже донкратно прибавлял. Не поднимал. Я болты тух откручивались. И прям поднимал с площадкой. Видали? Как ее вырвало. Как ее жизнь покореживала. Вот я не один сезон уже ездил над раной. Это уже давно, наверное, такое было. Все, все руки моют, ребята. Я тоже пойду. Завтра поставим. Завтра. Пускай на донкрате висит. Нафиг. Может донкрат спустить, чтобы напряжения не было. Да ну его жопу. Устал что-то я. Могу же я устать? Могу. Все, ребята. Спасибо, что смотрели. Давайте. Увидимся еще в следующем ролике, в следующей серии. Ну, я с вами увижусь завтра. Новые. Когда видео выйдет. Все, ребята. Спасибо, что смотрите. Лайк, подписка, репост. Все приветствуется. Я старался. Ребята старались. Все старались. Пока.